здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов которые мы изготавливали вот такую паденочку я обещал что из остатков материалов этого пера мы изготовим с вами уловистую приманку значит изготавливать ее можно будет не только из такого пера так как просили меня очень многие друзья о том чтобы я более подробно рассказывал о использовании пера и на какое перо можно заменить по необходимости значит как вы помните у меня оставались вот остатки такого вот пера цесарки можно заменить на обыкновенное перо которое из скальпа петуха можно эту мушку изготовить из обыкновенного вот куриного пера можно изготовить из курочки охотничьего фазана то есть любое перо которое вы сможете для себя подобрать по оттенку она будет работать в этой мушке и теперь самый основной вопрос я буду изготавливать и в процессе мы с вами обсудим очень очень важный наболевший вопрос для всех крючок я взял значит камазан 400 серия б номер 14 вязать я ее буду для определенной рыбалки то есть меня интересуют окунь красноперка и плотва 14 16 номер самый актуальный нить можно использовать любую которую подберете по цвету и по толщине я немножко огрузил так как учитывая особенность моей рыбалки у меня глубины до четырех с половиной метров поэтому на этом водоеме мне желательно немножечко подгрузить значит основной ответ на вопрос как ловят все эти приманки скажу сразу друзья 99 приманок которые изготавливаю я и которые будете изготавливать вы сами по себе не ловят мы как известно с вами изготавливаем имитацию чего-либо то есть того насекомого или личинки которая которой питается наш наша рыба поэтому она должна двигаться и она должна что-то из себя представлять поэтому тупо привязал и забросил не ждите никогда поклевки один процент из общего количества у вас может произойти поклевка я беру вот такой небольшой пучочек из остатка моих перьев значит чем смысл этой мушки это будет мокрая мушка не нимфа длина хвостика должна составлять длину нашего тела для чего чтобы окунь или же допустим как обычно атакует красноперка не настораживала жесткость нашего хвостика вымеряли ту длину которая нам необходимо и вот такой притяжной петлей сразу начинаем ее крепить крепить наш хвостик до загиба посмотрели как вы видите длина соответствует моему цевью удаляем остатки по возможности если вы хотите можно как я уже неоднократно показывал вот так через ноготок провернули нитку еще один раз вот так наш хвостик и наш хвостик будет без всяких бортиков вот так немножечко смотреть вверх переходим к следующему этапу для того чтобы просегментировать тело или закрепить тот дабинг который мы будем использовать я беру все тот же остатки новогоднего дождика можно использовать медную проволоку можно использовать как я зачастую вам показывал не хром который используется используется для намотки спирали вот он у меня на катушке как вы видите с успехом можно потом спокойно промотать тело теперь самый основной вопрос мушку можно изготовить или однотонную вот в таком мыши нам оттенки но я буду изготавливать провокатором используя шерсть штапельную из наборов я уже в одном из фильмов о даббингах вам рассказывал это вот желтого и оранжевого цвета берем совсем немножечко вот щепоточку небольшой потому что нам необходимо но немножечко меньше половины изготовить тело желтым оттенком как вы видите вот у нас толще тоньше и тоньше поэтому берем наше штапельное волокно крепим к нашей нитки и на нитке только лишь немножечко вот так прокручивая его наживляем буквально пару-тройку оборотов по нашей изготовленной нимф очки и теперь мы уже с вами не отпуская вот такими движениями скручиваем в одну сторону то есть мы должны сучить пряжу проматываем теперь уже сформированной крепкой нашей нитью от хвостика и до по нашему свинцу можно даже не стесняясь немножечко капнуть или клея или лак для того чтобы как можно крепче было наше тело вот как вы видите ровно половина обмотки свинца в частности половина нашего тела как мной было запланировано вышло нашим желтым цветом теперь мы берем точно так же но немножечко побольше так как нам необходимо здесь создать имитацию грудки также берем щепотку как я уже неоднократно показывал вот это чисто штапельная шерсть также намотали подхватили и формируем нашу грудку по необходимости если вам необходимо будет как вот в моем варианте вышло абсолютно достаточно но я бы допустим немножечко еще добавил на грудку но в данном варианте вполне достаточно теперь мы берем наш люрекс и про в произвольном порядке выберите для себя только лишь шаг для того чтобы это было несколько симпатично выглядело и в мутной воде скажу вам по весне как только растает лед сойдут все ручьи с полей очень уловистая приманка по нашей рыбке убрали и теперь самое самое основное многие при изготовлении вот разных вот таких мушек или же стримеров стараются кто раньше кто позже привязывают бородку я вам буду немножечко раскрывать определенные секреты при вязании своих мушек и как вижу я понравится вам применяйте если мы будем бородку привязывать несколько позже чем крыло у нас выйдет хороший горбыль который некрасиво смотрится на нашей нимфе или мушки поэтому я всегда стараюсь используя немножечко другие способы изготовления мушки сделать ее несколько эстетически красивой из-за обыкновенного пера петуха я оторвал щепотку бородок слегка их вот так подровнял нам необходимо вымерять ту длину которая необходима она должна приблизительно доходить до жала крючка перехватываем теперь окончательно наше перо можно перевернуть крючок но я обычно это стараюсь выполнить притяжной петлей не переворачивая или же переворачивая как мне в зависимости от величины пера смотрю на условия как из-за так как вы видите вот у нас вполне достаточно теперь остается только лишь вот так на точкам подровнять нам перо и слегка придавив как вот у меня вышло у меня рассыпалась моё перышко очень красиво по цевью остатки удаляем сразу для того чтобы это не влияло нам на изготовление нашей головки прихватываем перо остатки и переводим нить креплению нашего крыла как видно из вот этого не упорядоченного пучка перьев нам необходимо их подровнять и придать одно направление так чтобы у нас вышло крыло с одинаковой длиной бородок поэтому перехватываем подхватываем как нам необходимо можно использовать как я уже говорил и мех любые материалы те которые вы сочтете необходимым для изготовления подровняли вымеряем длину крыла крыло у нас по длине должно соответствовать длине доходить до середины нашего хвостика поэтому я перехватываю пучок перьев и удерживая в точке крепления притяжной петлей начинаю крепить материал вот он у нас вот так слегка то поршится и хорошо лежит черепицей сверху это очень даже хорошо учитывая то что потом будет очень нам тяжело убрать перо которое осталось нам необходимо с вами слегка вот так его приподнять чуть-чуть подтянуть на себя и как вы видите у нас форма крыла немножечко изменилась теперь аккуратненько удаляем остатки и окончательно подхватим наше перо самый основной элемент который необходимо использовать это взять и добавить немножко клея теперь для того чтобы вышла более симпатичная у нас головка и остаток груди можно допустим изготовить головку и сейчас но я как вы видите очень часто и стараюсь использовать там где есть возможность это перо павлина она магически действует на рыбу сам цвет проверено уже неоднократно поэтому я стараюсь его использовать всегда и везде где мне позволяет изготовление этой нимфы и лимушки и сколько вот у нас выйдет оборотов 23 для того чтобы выглядела несколько симпатичная и пышная наша голова грудь подхватили перо удалим теперь остатки и сформируем небольшую головку вот и все друзья мои как вы видите достаточно просто изготовить из остатка вот такого пера мокрую мушку которая хорошо работает по белой рыбе используйте можете использовать другие цвета материалы пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч